операция конишуа начинается смотрим на экран друзья всем привет вы на канале делай то дело это с вами ким и у нас сегодня остров очередной день ожесточенные события ранее не снимала видео потому что был занят поездках сейчас я введу вас курс дела что происходит у нас сейчас на карте идет ожесточенная борьба между альянсами адека инки и значит как все борются за место вокруг дерева значит мы тут приземлились с одной стороны мы прикрепились к дереву и соответственно пытаемся закрепиться со своей стороны значит альянс адека пытается закрепиться с другой стороны альянс инки юши но конека заблокировал вход игроки из fbi проходит по краю и у них получилось взять несколько пирамид здесь у нас сверху атакуют значит нас пытались по атаковать японцы из хиоко альянса но мы их конечно не пустили дальше вот моим пресекаем всяческие возможности сблизиться с нашим значит с нашими спец муравейниками и отгоняем их но они здесь как-то пытаются расстроиться время пришло к десятом плиткам ну конечно сейчас времени то 10 9 переводить на 10 потому что нужна энергия у меня я тут несколько перевел сколько их получается в районе 9 штук и пока на этом все так посмотрим меня выбили значит с аванпостом идем защищать аванпост один и другой так надо параллельно лечиться лечение занимает тоже длительное время после каждого удара со стороны соперника соперник пинки до 100 достаточно крепкие у них несколько игроков с т-10 ими уже изначально открытыми отрядами и конечно же у них количество войск чуть больше и ну и соответственно кого-то 10 открытый тут а у прокачка выше поэтому что могу сказать они достаточно комфортно себя чувствует и им легко противостоять нам ну вот давайте посмотрим игрок атакует значит один стен мы у него атакующие плюс это так замечательно у нас в защите защите вот он выбил моего мой отряд мы видим что защита провалена выбивает нас первого раза где-то вот мы в нам удалось защититься от него то тоже были успешные защиты от игроков с первого раза конечно тяжело противостоять но приходится соответственно возвращаться восстанавливаться у скоров уходит очень много на лечение поэтому самое важное здесь это грибы которые помогают лечиться так вот мне отряд возвращается и один и второй выбили так башню отправляем вновь так мы прям не туда отправили она самого игрока отправили в атаку промазал я не на башню на правил попробуем сейчас она получается что он исчез телепортировался видимо у него много ресурсов и он или портировался не стал пытаться защититься сейчас мы отряд пошлем этот сюда на защиту башни на демонтаж 73 процента нам удалось ее демонтировать игроки взаимозаменяются здесь мы видим то что они прыгают на разные точки и пытаются выбить наши наши отряды мы пытаемся уничтожить три аванпоста сразу же так ну вот смотрим прошла атака здесь без потерь и тут еще один а это у нас рудную живу на немножко не то процесс идет пока мы разрушаем три башни так вот кто-то идет вновь вот игрок идет атаковать сейчас мы проверим как получится удержать нам атаку и сейчас увидим сейчас он атакует вот мы видим то что у нас успешная защита игрок понес три раза больше потерь чем мы это очень здорово можно посмотреть здесь характеристики какие в защите у нас какие защите у соперника ну конечно они атакуют с разных точек вот атакует и один и другой башни мы тоже стараемся одновременно защита разрушать их чтобы как можно быстрее это произошло пока у них не так много войск еще можно посмотреть как это происходит здесь столкновение адека и также их соперник king вот здесь они разрушают башню очень много игроков они прыгают с точки на точке не ожидали на они что нападут на них сразу с двух сторон адека параллельно еще и строится ближе к дереву ну что ж посмотрим альянс на этот игрок опять пытается атаковать как очередную башню посмотрим опять у нам удалось защититься это у нас второй отряд успешно оборону одержал вот в принципе это хорошо когда получается сдерживать атаки соперника но это не самые сильные игроки самые сильные игроки у них как я говорил ранее уже открыли по моему по четырех человек открыла ты десятые точки вот мы видим то что их большое скопление но видимо они отсутствуют возможно у них другой часовой пояс и возможно они отдыхают что нам на руку пока пока мы их вытесняем нужно это дело как можно правильнее все это сделать как можно дальше оттеснить их от занимаемой ими позиции и соответственно заблокировать им вход если это получится будем надеяться что получится так вот пока мы видим то что мой отряд выбили один из так мы опять же вот у меня третий отряд мы первый удар сдержали второй второй удар конечно он провалился и мои пошли в гарнизон идут гарнизон лечиться здесь мы лечим их по возвращении надо немножко ускорить чтобы не затягивалась процесс восстановления отрядов так второй отряд тоже убивают но это те которые уже были подбиты но хотя даже не полный отряд сумел выстоять атакующего игрока но здесь уже мы провалились потому что уже сил не осталось ну чтож сейчас мы это все дело подлечим и отправим вновь на защиту на разрушение так отправляем и сюда отправляем так отлично отряды идут дальше по ходу покажу что произошло вот друзья продолжаем теснить мы альянс инк вот они эти ребята они пытаются сопротивляться ну у них это на две стороны пока не получается вот так выглядит мы захватили вот этот муравейник 6 лоу который дает защиту муравьев стрелков 12 план процент плюс носители производстве над сейчас игроки из а дека также потеснили их мы видим что здесь они сейчас строят башню аван пост после которого они будут вытеснять их дальше отсюда и отсюда снизу соответственно они неплохо с этим справляются тоже игроки из вендетта идут на муравейник прямоходом на шестого левого который дает защиту муравьев охранников 12 процентов пока здесь шурум бурум наводит а дека вместе с нами ну и соответственно также мы идем вниз спускаемся параллельно рушим их аван пост так мой отряд разместился у нас был тут сражение небольшое башня строится так показывать что мы разрушили так игрок тут неплохой был у инков так здесь это я атаковал и нет это была защита довольно таки сильные показатели вот смотрим охранники она играет охранниками так ну вот у нас прилетел игрок номер один по топу если смотреть давайте посмотрим почетный рейтинг она занимает первое место почетных очков 120 тысяч вот она обгоняет всех здесь и он будем говорить это топовый игрок на данном чемпионате и она защищает башню от разрушения довольно таки сильный отряд в походе у нее выбивает сразу по пять игроков вот мы видим то что произвела атаку на нее можно ходить только рейдами мы сейчас кинем подкрепление сюда у нас топовый отряд стоит на строительстве башни это у нас немножко важнее строительство нашей башни защита здесь давайте посмотрим по деталях 10 человек вот она рядом выбила первых пятерых здесь мы разрушаем у нас находится 6 пока часть выбила и собираем рейд на соответственно данного игрока принципе рейд готов через минуту выступит и мы посмотрим как насколько удастся нам ее пробить или вообще вообще удастся или пробить даже рейдом ну конечно без топового отряда наверное это будет тяжеловато сделать но кошмарить немножко можно вот я думаю защита хорошая там топовые поэтому пробить данного игрока наверное будет тяжеловато несмотря на то что будет даже рейд но попытка не пытка как говорится попробовать можно зайти так вот у нас через несколько секунд рейд выдвинется минуты идти до данного игрока пока она не отступая держится игрок использует маскировку ну шпионы посылаем только для того чтобы нагнать спамы на игрока большей степени ну смотрим что игроки из адека тоже атакуют игроки за дека вот тоже производит атаки спама ну вот мы видим то что игрок телепортировался не стала она ждать когда на нее дойдет рейд и соответственно улетела куда-то к себе ну что ж хорошо нас потрепали немножко ее походы мы лечим ся 12 часов восстанавливаем соответственно вот вернулся вернул за отряд она вернулась но red прошел мимо все-таки мы да неудачь смотрите у него насколько мы не пробили вообще ни один отряд не пробил ее отряды насколько мощный урок то есть практически три раза сильнее чем рейд вот такие вот отряды у нее в защите меня был второй отряд из носителей тоже не смог пробить но здесь конечно сильный игрок что скажешь достойное уважение и есть чего опасаться нам поэтому смотрим смотрим дальше как будут происходить события вот игрок пошел атаковать атаковать большим который разрушается и вот мы видим то что разом выносит где-то сразу по пять человек с башни достаточно мощно вот один пяти да да это сложно но только только массированные атаки можно любого игрока одолеть то есть если мы будем пятером против одного убийца то соответственно будет наравне а если будет 6 человек то это будет уже результат соответственно один в поле не воин хоть и как говорится сильный игрок но будем выбивать этого сильного игрока так надо восстановиться скорыми полечимся еще раз усилим ускорением так наша задача построиться еще девять минут но пока пока мы не можем захватить башня вот я вывел ее так сначала защита была провалена здесь мы ее подвыбили ну чё тут я конечно добил просто остатки не он можно посмотреть какие характеристики мы видим то что характеристик просто зашкаливает 1200 атака процентов и защита 895 процентов да довольно таки мощная мощная скорость скорость 710 вообще сама с этим так ну игрок до достаточно прокачанной своих характеристиках поэтому ну что их тут скажешь посмотреть надо будет как в целом они будут воевать я еще раз говорю да она стоит пятерых человек из нашего альянса но наша ли это войны света как говорится тоже очень мощный сплоченную собирает рейды в походах на данного игрока ну что ж пускай пытаются пробить ее защиту взломать грибы не не бесконечные у нас а ну хотя они их можно также приобрести за деньги здесь есть возможность если вылечиться да вот тут мы смотрим в нижнем левом углу вот эти грибы вот у меня 26 миллиона на лечение чтобы их приобрести дать посмотрим сколько они стоят вот здесь можно купить там от 900 рублей вплоть до 5000 он по 8 часов прибавляет да не знаю кто это покупает я думаю что достаточно так опять игрок идет атаковать своими мощными отрядами очень мощный отряд ничего не скажешь очень быстро атакует не стрелки можно попробовать конечно охранников послать защиту посмотреть как они будут справляться допустим взять снять такой отряд и поставить его вот сюда так спец спец вот сюда поставить и что у нас еще есть так поменяем ну или джек конечно можем поставить ну попробуйте таким отрядом по защищаться не знаю насколько это будет продуктивно ну попытка не пытка говорится отправляем в защиту вот мы видим то что вообще легко выбивает мой там второй отряд с носителями конечно 10 уровень скорпиона на обычный бамбук тут джек как по маслу входит вот эти донатные игра это красный черный тетрапонер это все за деньги покупает сморой черный желтый муравей тоже денежный видимо игрок вложилась и решил вот так вот пойти так мы не зашли потому что мы пошли в защиту а там он был в атаку заходить цель изменилась до да вот так борьба происходит это не хухры мухры вам 32 секунды ну пока отправим другой отряд пускай стрелки там быстрее дойдут так ну а что же но здесь основной отряд пять минут остается так у меня бонусные очки включить надо ну мы вот как я говорю о джале муравейник шестого левела видим что адыка вытесняет их отовсюду рушит башни прямо около дерева около дерева башни рушит тоже остался немного 20 минут практически и и будут башни разрушены борьба не на шутку происходит сейчас самый таки ответственный момент потому что сейчас решает судьба дальнейшей в целом положение альянсов на карте кто сдуется и не сможет одержать тот просто проиграет так ну вот опять идет атаковать и выбивает сразу ряд игроков просто легко но мы тем же самым выматываем данного игрока так ну вот еще прям раз за разом не ждет игрок атакует вновь и вновь так и еще раз выбивает а мы хотели послать сюда отряд с охраной что мы делаем в принципе это все мы вылечиваем помогаем союзникам давайте посмотрим как произошло вообще смотрите вообще то есть 390 силы потрачено у нас 3 миллиона в 10 раз сильнее нашего отряда этого с девятым богомолом вот вам вот вам разница между донатными спец муравьями и обычными хотя здесь панда тоже с тремя звездами но богомол тут 9 лэвла конечно ни о чем по сравнению с осой 11 да уж да уж игрок зарабатывает очки вот кто пробил 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 ее давайте смотрим так ребята не выложили выложили на это трейд вот один один отряд смог пробить ее защиту тоже очень сложный конечно топовыми отрядами в рейде идти что попытаться победить вот ну ребята не устают собирает рейды в атаку 10 человек молодцы онлайн хороший все башни заняты так вот нам остается совсем немного полторы минуты и мы будем телепортироваться сюда так ближе на движухи отправляем в поход сбили здесь башню нижнюю башню опять защищает игрок топ-1 вот я ее пробил сейчас одним походом башня разрушена так отсчет боя первое вторжение было удачно второе похоже неудачно так здесь да не смог пробить отряд основной отряд я не пробиваю второй отряд я могу пробить так пока пойдем на снос башни будем защищать ребят еще успевает находить на геккона молодцы так смотрим атаку атака провалена до половина вот отряд мой топовый отряд где-то в половину слабее чем отряд вот этого топового игрока то есть настолько вот у меня прокачка недостаточно так ну и что у нас игрок здесь пытается выбить так нам надо подлечить разрушить нашу башню на который строится надо заменить срочно топовыми отрядами все это мы вылечим сейчас и спокойно пойдем сюда строить идем идем строить а здесь идем разрушать так назад немножко не полный отряд отослал отослал сейчас полный пошлю хотя и да я просто менял менял так да управляем разрушать а здесь вот мы видим то что наша башня разрушается что нельзя допустить так мы ее выбили отсюда нельзя давать и разрушить нашу башню надо альянс сказать защищать ну вот подводя итоги операции конишева можно сказать что альянс инк размотали по полной программе давайте взглянем на карту посмотрим что с ними произошло у них был влияние здесь здесь как мы помним и вокруг дерева они пошли еще на дальний мур и но свои силы немного не рассчитали потому что они захотели все забрать но операции конишева не позволило это сделать и поэтому пришлось их наказать и показать где их место ребята из адека встали на своей территории спокойненько отжали снизу их от дерева ребята из вендеты прошли и помогли в борьбе адека и нам с вытеснением остальных точек мы соответственно сейчас забираем через 20 секунд последний это называется программа максимум место жительства муравейник 7 он принесет нам атаку муравьев стрелков в плюс 16 половиной процентов и 17 штук в час для каждого игрока дополнительно охранников производства так мы видим что у нас завершилась завершилось разрушение башни и мы теперь собираем рейды на захват данной пирамиды мы поставили рейд все четыре отряда у нас выходит на захват пока значит игроки из фб продвинулись дали бой за вот этот муравейник и оттеснили здесь но они проделали небольшой путь поэтому у них не осталось свободных как говорится аванпостов для ну и глин для возведения аванпостов чтобы дальше сдвинуть и продвинуться к этому муравейнику инков ребята из феникса очень вовремя подоспели сзади и начали забирать то что в принципе они хотели изначально но игроки из желтого альянса под названием Йоши Наконека наотрез отказались с ними делиться помните я вам показывал то что у них вот эта задняя часть давайте я вам напомню вот эта задняя часть и вот эта задняя часть принадлежала фениксу но игроки пожадничали данными значит муравейниками и вытеснили игроков что сильно обидело игроков из бурнинг феникс сейчас они свою месть и справедливость восстанавливает задних рядов забирает то что им положено поэтому что я могу сказать игроки Йоши Наконека нужно делиться нужно делиться что касается игроков из Японии они здесь отжимают мои муравейники нахалы здесь у меня было много муравейников они тут понастроили аванпостов несколько штук отжали но я вам скажу если вы будете наглеть то и до вас у нас руки доберутся позже так что лучше не делайте так вот сейчас у нас происходит захват места жительства левела 7 мы видим что выдвинулись уже активненько на эту пирамиду наши отряды вот они уже приближаются остается у нас меньше минуты до первого удара по данному муравейнику наблюдаем смотрим сколько нанесет урона наши отряды сначала будет первый отряд потом второй сначала носители ударят потом особый отряд и дальше второй третий по ходу то есть они выдвинулись именно в такой последовательности насколько быстро собрались рейды соответственно носители выдвинулись первые потому что рейд собрался быстрее ну вот смотрим 12,5 миллионов защитников прочности и удар первый удар выносит 3 миллиона с половиной прочности второй удар выносит 5 миллионов это особый отряд значит третий удар выносит 2 миллиона слабо слабо и четвертый четвертый отряд выносит миллион да это уже такие более слабые отряды мы вынесли большую часть урона может в отчетах посмотреть через один пробивали вот мы видим это у нас отряд с носителями был дальше дальше не прошел этот отряд у нас особый мы видим что он одним первым выбивает сразу несколько рядов на четвертом затухает и пошли уже остальные вот быстрое прочтение готовимся сейчас ко второму рейду ну а что еще можно сказать здесь можно дерево будет всем потрогать кто нежадный соответственно чтобы каждый получил плюшки на этом чемпионате за захват дерева в конце можно помериться силами и попробовать его забрать уже непосредственно каждому альянсу и стать полноправным властелином этого чемпионата все это будет впереди все игроки я считаю что достойны кто сражается и подходит к этому делу разумно и адекватно что касается альянса ария 318 они даже и не попытались уходить сюда на эту территорию возможно они и выйдут смотрите они нарисовали какие символы почти написали как можно понимать the love 318 любят они 318 сервер но наша рубашка 307 сервера нам дороже мы его любим еще больше так что кто хочет прилетайте к нам с миграцией будем активно сражаться так мы видим что он меня атакует а кто меня атакует давайте посмотрим разведка из-за игрока FBI ну бывает такое чтобы не расслабляться с одной стороны кажется что это союзники а с другой стороны они могут быть и вовсе не союзниками потому что здесь игра такая сам себе на уме каждый игрок и смотреть насколько он адекватен никто не может отвечать за другого человека и что у него в уме зачем он посылает разведку чтобы поморгать нам ну моргай и моргай так вот значит мы отправили на сбор еще рейды тут дошли рейды ребят другие мы видим что прочность упала уже меньше 50 тысяч я думаю один рейд или два еще собрать и прочность полностью выбьем ну что ж я очень рад тому что все это дело так обернулось для нас удачно мы показали силу нашего альянса что мы можем бороться все активные с нами нужно считаться и дружить вот так вот ребят ну дальше у нас в планах продвижения чтобы закрыть враждующий альянс с нами вот как делает это адека движется в сторону выхода отжимая территорию мы видим что они строят дальше аванпост чтобы вытеснить их с территории чем дальше они вытеснят тем меньше шансов у инков будет реабилитироваться потому что до захвата дерева остается пять дней в день можно построить можно построить семь башен семь на четыре это у нас получается двадцать восемь из тридцати возможных тысяч глины соответственно семь башен можно посчитать семь башен можно за один день дойти если попытаться раз два три раз два три четыре ну почти нет одного дня не хватает на два дня потратить чтобы дойти от значит канала до баш до дерева поэтому здесь конечно все не просто так так ну что мы видим у нас остается двадцать девять тысяч прочности еще мои отряды подходят три отряда подходят наносит вот удар по две тысячи прочности сбивается в принципе это стандартный удар с пятью членами в рейде мы видим как эта прочность падает вот половина прочности сбита остается еще половина и влияние на этом районе игроки инков потеряют вот эта пирамида дает вот это влияние вот в этой зоне можно телепортироваться в любую точку на карте соответственно каждая пирамида вот это это дает влияние здесь наше влияние здесь наше влияние по телепортации в любую точку ну а у адыка влияние вот в этом районе полностью здесь мы оставили игрокам FBI и здесь они должны тоже подойти забрать и двинуться также к дереву но это уже будет дальше сегодня у нас захват пирамиды из программы максимум ну мы видим как прочность пирамида тает на глазах отдельные рейды и участники атакуют и вот все завершен поход соответственно мой рейд последний который шел он не успел вот так вот выглядит теперь карта окрасилась сейчас мы уничтожим вот этот атака здесь значит вторгаемся пошлем на разборку соответственно аванпоста здесь у нас мы видим что ребята из АДК продвинулись чуть дальше начинают разборку здесь уже остается им совсем чуть-чуть дойти до каналов 9 не знаю как у них со с глиной но у нас уже все глина закончилась на сегодня поэтому мы особо-то и не сможем дальше двигать здесь ребята из Вендетты ломают то что у них справа переправа и прочее на территорию лишнее для того чтобы закрепиться с правой стороны у дерева дальше дальше у нас сзади ребята из Феникса воюют я смотрю тут активно они обороняются не дают не дают им возможность дальше разрушать башни ну хотя хорошо уже они их подрезали как говорится да да сопротивление очень сильно идет здесь они тоже продвигаются строят аванпосты для того чтобы в тихушечку пока никто не видит здесь молодцы ребята из феникса с заднего хода зашли и такие идут к муравейнику ну что ж подытожу все молодцы показали себя на высшем уровне операция прошла удачно чтобы поставить жирную точку нам надо заблокировать вытеснить средней зоны полностью альянс инков и остаться с нормальными ребятами делить дерево вот ребята ну кто не подписан на канал обязательно подпишись ставь лайк комментируй и жми колокольчик чтобы не пропустить следующие интересные видео по развязке как все будет происходить дальше всем пока до скорого с вами был ким